Иногда женщине не хочется уже выходить замуж, потому что она чувствует, что ей будет тяжело в семейной жизни. И не требуется. То есть, согласно священным писаниям ведическим, женщина, если имеет детей, она уже не обязательно должна пытаться выйти замуж. Хотя женщине лучше жить в семье. Однако, следует знать, что есть два типа семьи. Одна семья — это я, муж и дети, а второй тип семьи — это духовная семья. Если человек начинает заниматься духовной практикой, в какой-то духовной традиции, то он должен очень близко общаться с верующими людьми. Это близкое общение приводит к тому, что человек попадает в окружение, духовное окружение, в котором он испытывает очень большое счастье. И женщина в таком окружении, она чувствует семью. То есть, там семейные отношения тоже очень близкие отношения между людьми развиваются. Есть три типа людей. Люди в невежестве — это... Общность людей в невежестве — это люди, которые группируются вокруг пьянства, наркотиков, бандитизма. У них тоже близкие отношения часто бывают, но они вокруг бутылки. Эти близкие отношения, они в пьяном угаре формируются. То есть, там нет глубины. Дальше, люди в страсти. Следующая общность людей — это люди в страсти. Эти люди, они в основном объединяются в деятельности. Такие люди не имеют других причин, близких отношений, кроме как... Ну, то есть, у них есть три типа дружбы. То есть, первая — дружба производственная. Вторая — дружба, связанная с отдыхом. Куда-то вместе ездим, отдыхаем. И третья — родственная дружба. То есть, люди в страсти, они с большим трудом способны реально погружаться в близкие отношения. Не с родственниками, с какими-то чужими людьми. Чаще всего они вместе отдыхают, наслаждаются жизнью. Люди в благости создают близкие отношения с помощью бесед о смысле жизни, самосовершенствования. Они пытаются помогать друг другу в жизни. И у них отношения складываются очень глубоко. Благостные люди всегда верующие люди. Или те, которые стремятся к вере. Есть, допустим, объединение на почве здорового образа жизни. Это такие предварительные этапы развития Личности. Допустим, есть какие-то течения духовные, которые не имеют какую-то классическую духовную традицию, а просто люди чем-то интересуются. Есть целители всякие и так далее. Они тоже более близкие отношения друг с другом имеют, так как они не изучали серьезно, что такое духовная жизнь. У них нет классического образования на эту тему. Поэтому часто такие объединения имеют незрелый и очень такой примитивный характер. Есть какие-то разные течения, новые течения, которые стремятся к чистой жизни на природе и так далее. Чаще всего они поселяются вместе, а потом через некоторое время начинают ругаться и чувствуют большие трудности в отношении. Рекомендую всем не проходить эти этапы, а сразу искать себе какую-то классическую духовную традицию, что психически довольно трудно признать себе, что это важно в жизни. Потому что верующие люди, они ведут себя несколько странно для страстных людей. Они носят какие-то спецодежды и так далее. И обычно это очень так пугает. Но именно классические традиции духовные, они дают людям возможность очень глубокие отношения строить. И вот этот вопрос женщине, надо ли выходить замуж. Женщина должна жить в близких отношениях. Или надо выходить замуж, искать себе мужа и мучиться дальше. Потому что семейная жизнь означает мучения, трудности, страдания для всех людей, без исключения. Или, допустим, искать духовного общения и такие же близкие отношения строить в общности духовно развитых людей. То есть создавать духовную семью. И вот два варианта для женщины есть. Больше нет вариантов. Одно другому, в принципе, не мешает. У меня в медицинском центре и вокруг него работает порядка 50 человек. Все они занимаются духовной практикой в моей духовной традиции. И все эти люди испытывают огромное счастье в отношении друг с другом. У нас большая семья. И, допустим, недавно один мой близкий человек достаточно решил создать семью. Мы подобрали ему достойную девушку, изучали ее характер, составили гороскоп, посмотрели, как они совместимы или нет. Потом он получил благословение у своего наставника, знакомиться с ней. Они познакомились, начали общаться. Это общение не предусматривает ни поцелуев, ни обнимания, просто беседы. А потом дальше они уже в таких отношениях постепенно приняли решение создавать семью. Такие семьи, которые создаются не на основе эмоций, а на основе знания, они потом имеют очень сильный, крепкий и стабильный характер. Потому что люди имеют одни, одну веру, одни интересы в жизни. Они не могут сами, без руководства старших, принимать решение расходиться. То есть, если у них конфликт, они должны решать со старшими этот вопрос. И так далее. То есть, такая семья, в которой люди духовно вместе живут, развиваются, она имеет очень крепкую природу, и в таких семьях разводов практически не бывает, в больших семьях духовных. Но это редкость большая в наше время, так жить, то есть мало примеров. Но, тем не менее, такие примеры есть, и надо к этому стремиться. Конечно, сразу вы не сможете попасть в такое окружение. Вам надо сначала какой-то большой путь пройти в своем развитии. Мы отвечаем на вопросы, так как у нас есть еще время. Что делать и кто виноват? Заикание, опять заикание. То есть, заикание мы уже решили, что это вопрос, связанный с здоровьем, и решается на бесплатных консультациях у меня на сайте. Как сохранить семью, когда у обеих супругов пропало физическое влечение друг к другу? Сексуальных отношений нет вообще, есть общие дети и уважение друг к другу. Это обычное дело. Я вам сейчас объясню. Смотрите, то есть, половое чувство, оно основано на положительной карме. Когда люди просто занимаются сексом ради удовольствия, это положительная карма и их отношения, то есть, магнетизм вот этот, он постепенно тает у всех людей. То есть, нет такого, чтобы этот магнетизм сохранился на всю жизнь. То есть, постепенно этот магнетизм тает, потому что тает возможность быть счастливыми друг с другом. Эта возможность основана на прошлой карме, на прошлом благочестии. То есть, счастье человек получает только от хороших поступков, он не может вечно жить счастливым. Ему для этого надо дополнительные хорошие поступки совершать. Когда люди занимаются сексом, они расходуют свою хорошую карму, в отношениях испытывают счастье, но постепенно привязанность друг к другу тает у всех людей. И часто бывает так, в среднем, после 8, 9, 10 лет совместной жизни, секс становится у них просто обязанностью. И просто накапливается вот эта энергия половая, ее куда-то надевать, и они просто это делают механически уже. Нет каких-то сильных чувств. Причина заключается в том, что чаще всего в семейной жизни люди используют друг друга. Причем неосознанно абсолютно. Они не понимают, что их желание быть счастливым — это просто желание эксплуатировать близкого человека. Ничего общего это с любовью не имеет вообще. Любовь заканчивается, потому что она не культивируется. Для того, чтобы она культивировалась, нужно знать, что делать. Потому что естественным образом у человека не получается получить человеческое счастье. Потому что естественным образом мы ведемся как животные. То есть животные норки роют, и мы стремимся заработать на квартиру. Животные стремятся найти себе пропитание, и мы стремимся заработать на пропитание. Животные хотят сексом заниматься, мы хотим заниматься сексом. Это животный уровень жизни. Он естественным образом существует в жизни человека, потому что в этом тоже есть потребность. Но если говорить о счастье, то счастье оно не имеет материальную природу само по себе. Можно испытывать материальное счастье, это факт. Но это всегда результат духовного счастья. И с начала в семейной жизни духовное счастье это дается как подарок людям. Люди испытывают счастье друг с другом, именно духовное. Духовное означает, они верят друг в друга, чувствуют хорошие черты характера друг друга, чувствуют, что мы совместимы, у нас есть гармония. Это всё признак духовной энергии. Души объединены друг с другом. Но если люди не занимаются духовными отношениями в семье, то есть они не служат друг другу, не прощают, не просят прощения, мы об этом сейчас будем говорить, что такое духовное отношение в семье, то в результате постепенно тает совместное счастье. И так как счастье бывает на разных психических центрах, нижний центр тоже должен быть задействован счастье, так же на нём постепенно тает счастье. И люди, занимаясь сексом, не чувствуют влечения друг к другу. Часто они думают, что это так и было всегда, просто мы друг друга обманывали, но на самом деле у нас нет друг к другу никакого влечения. На самом деле это тоже глупость так думать. Причина, почему нет счастья, почему нет влечения, заключается в том, что нет отношений. Как у меня есть сестра и двоюродная сестра, они ровесники. И они в возрасте 7 лет сидели возле телевизора и смотрели мультфильм про курочку. И курочку потом зажарили в этом мультфильме. И двоюродная сестра заплакала, и моя сестра говорит, «Ты чего плачешь?» А та говорит, «Я очень люблю курочек, и мне жалко курочку». А та, моя сестра говорит, «Я тоже люблю курочек жареных». Понимаете, эта любовь имеет разную природу. Одно дело эксплуатировать тело, курить курочки и её есть. Это эксплуатация называется тело. То есть мы любим, это же тоже любовь. Мне нравится курочка, я люблю кушать. Это один вид любви. А второй вид любви — это делать так, чтобы курочке хорошо было. И вот в этом есть колоссальная грань. Понимаете, сам по себе секс — это эксплуатация тела близкого человека. и всё. В этом нет любви никакой. Это просто пытаться, попытка это тело использовать для себя. И если эту попытку разжигать в своей психике, то это неизбенно приводит к половым извращениям. Неизбежно. Так как эксплуатируется в основном тело женщины, поэтому, соответственно, чаще всего женщина в сексе начинает испытывать тяжёлые чувства, потому что мужчина пытается больше извлечь из неё. Это уже означает нажим психический. Это может быть уже грубый какой-то секс или извращённый секс. Это постепенно развивается идея в семейной жизни у людей часто. Причина — это неправильное отношение друг к другу. Люди не понимают, что такое любовь часто. Они думают, что любовь — это побольше выжить друг из друга. И, соответственно, выжимая друг из друга, теряется гармония, теряется чувство счастья близких отношений. С другой стороны, наоборот, когда люди начинают служить друг другу, то сначала возрождается отношение в сердце, то есть люди чувствуют радость друг к другу, но у них пропадает вопрос. У нас нет близости. Вот этот вопрос очень сильно волнует. Меня, например, этот вопрос вообще не волнует абсолютно. Не то, что я там импотент. Меня не волнует, потому что я испытываю огромное счастье в отношениях со своей женой. Отношения с женой не означают её мять, что-то с ней делать. Это тоже хорошо, но отношения означают сердечные отношения. Понимаете, это сердечные отношения прежде всего. Когда есть сердечные отношения между людьми, тогда в этом случае остальные отношения естественным образом возрождаются, даже если их не было. Допустим, у людей нет влечения друг к другу. Но если они начинают чувствовать сердце друг к другу, если тебе кажется, что у меня такой удивительный человек, то, естественно, и остальные отношения с удивительным человеком становятся удивительными. Это естественно, понимаете? Точно так же, как естественно, когда люди эксплуатируют друг друга в отношениях, постепенно отношения тают, они становятся неинтересными, и люди просто живут друг с другом. Потому что они и до этого просто друг с другом жили. Вот часто люди даже не могут поговорить друг с другом по душам. Они говорят о детях, о работе, о сексе, обо всём чем угодно, кроме том, что ты чувствуешь в сердце. Потому что это тем вызывает боль. Люди сразу начинают ругаться, говорят, «Ах, ты вот это чувствуешь, гад!» Например, если близкий человек скажет, «Я не чувствую полового влечения к тебе», это будет подчётчина конкретно. «Ах, ты не чувствуешь?» А кому тогда ты чувствуешь? Видите, мы не можем ничего принять от близкого человека. Мы хотим наслаждаться только близким человеком. Нам наплевать, что он чувствует вообще. Так устроен человек. Это касается всех нас. Не то, что конкретно кого-то, а всех до одного. Поэтому нет близкой беседы. Потому что, допустим, если близкий человек говорит, «Я не чувствую к тебе полового влечения», это не означает предательство. Это означает, что что-то неправильное происходит в семейной жизни. Мы должны в этом разобраться, поговорить об этом. И надо сострадать ему в том, что он не чувствует этого полового влечения. Не обвинять. Но такой уровень отношений не дешёвый, если вы сейчас своему близкому человеку откроете сердце и скажете что-то такое серьёзное, то это может закончиться разводом. Это нельзя делать сейчас в обычной ситуации, ни в коем случае. Искусственно нельзя сближать отношения. Это сближение начинается с того поведения, которого мы описывали в конце лекции вчера. Мы уже начали рассказывать о любви, вчера говорить о любви. И сегодня будет тема лекции «Победа с семейными трудностями». Но прежде чем говорить о победе, нужно начать говорить о любви. Я уже от записок перехожу постепенно к лекции, к самой. И чтобы вас не отвлекать, я перед лекцией сделаю вам объявление. Вот такой сайт www.blagost.by. By означает «Белоруссия», да? Я так понимаю. Это сайт клуба «Благость» в Белоруссии. Что такое клуб «Благость»? Очень много просьб ко мне было сделать что-то такое, чтобы люди, которые слушают мои лекции, во время моего отсутствия, могли обсуждать эти лекции, собираясь друг с другом дружить, обсуждать, знакомиться и создавать также хорошие семьи благостные и просто друзей иметь. И много людей откликнулось на мою идею создать клубы «Благость». И этих клубов сейчас во всем мире порядка ста с лишним клубов, может, даже больше. Они быстро новые появляются. И в Белоруссии, насколько я знаю, в Минске сколько? Два клуба? Два клуба, да. И вот здесь находится информация. www.blagost.by Значит, и вот здесь вот телефоны. Давайте запишем. Вот, кстати, в Минске шесть телефонов. В Могилёве три телефона, в Гомеле один, в Бобруйске один телефон. Продиктовать? Ну, давайте записывать. Давайте я просто по одному телефону из каждого города продиктую. Город Минск. Записывайте, ручки берите, записывайте. Плюс 3, 75, 29. Ещё раз повторяю. Плюс 3, 75, 29. 297, 96. 297, ой, 200, ой, извиняюсь. 279, 96. 279, 96. 20. 37, 52. 92, 79, 96, 20. Александр. Александр. Это клуб «Благость» в Минске. Дальше. Город Могилёв. Плюс 3, 75, 29. Это, наверное, просто код. Дальше. 654, 65. 654, 65, 57. Евгений. Город Могилёв. Город Гомель. Плюс 3, 75, 44. Плюс 3, 75, 44. 560, 04, 13. 560, 04, 13. Елена. Город Бобруйск. Плюс 3, 75, 33. Плюс 3, 75, 33. 692, 51. 692, 51. 32. 32. Ольга. В этих клубах люди собираются раз в неделю где-то по вечерам. Я хочу попросить, что вы ещё про лотерея наполняете. А, про лотерея будет. Да, у нас в конце лекции будет лотерея. Те, кто анкеты свои сдаёт в ящичек, я вытягиваю одну, ну, тот получает книжку с подписью. Вот. Уже не будет пока ответов на вопросы. Вот эти, в этих клубах благость, происходят беседы, вот эти встречи. Люди обмениваются информацией, получают эмоциональную защиту, спрашивают, задают вопросы, получают ответы и так далее. То есть собирается где-то по 10-15 человек. И они общаются друг с другом, дружат. Кто из вас хочет в такой клуб попасть, поднимите. Ну, приходите. Всё, эту тему мы разобрали с клубами благости. Значит, продолжаем лекцию. Я вчера говорил о потребностях женщины в любви. Потребности женщины в любви мы перечислили. Это желание защиты, комфорта, желание нежности, заботы, желание мягкой речи у мужа, желание украшений, красоты и так далее. Интересно знать, что если женщина требует вот этого всего от мужа, она разрушает семью. Например, женщина говорит, требует, ты должен нежнее со мной разговаривать. Она разрушает семью. С другой стороны, если мужчина, зная о том, как надо вести себя с женщиной, начинает это делать по доброй воле, то в результате женщина становится счастливой. Видите, замкнутый круг. Как женщине донести мужу, что вот так надо? Есть способ. Для этого нужно делать то, что надо мужу. И когда он становится в сердце благодарным и просит, что я для тебя могу сделать, можно сказать очень мягко и нежно, что я бы хотела вот этого. Но не надо ждать, что это сразу получится. Но это постепенно может прийти в жизнь. Потому что запомните такую формулу. То, что нам приятно, это для близкого человека всегда аскеза. Всегда аскеза. Женщине приятно, чтобы муж покупал украшения. Для мужчины тратить деньги на безделушки – это сверх аскеза. Женщина хочет, чтобы мужчина нежно разговаривал. Но у мужчины вообще нет нежного голоса, у него грубый голос. Ну то есть ему трудно нежно разговаривать, для этого он должен себя заставить это делать. Женщина хочет, чтобы он нежно относился, но у него нет нежности. Он грубый по природе. Итак, формула такая. То, чего женщина хочет от мужчины – это её собственная энергия, которая действует внутри мужчины. Вот женщина хочет нежности от мужчины, он грубый. Она хочет заботы, ласки. Он незаботливый, неласковый по природе мужчина. Она хочет от него, чтобы он покупал украшения. Но у него нет склонности само по себе тратить деньги попусту у мужчины. Всё, что она хочет от него, не является его природой, мужчины. Это является его служением женщине. Фактически отражение её же энергии. То есть то, что женщина хочет от мужчины, она получает от него естественным образом, если она в него вкладывает то же самое. Если женщина очень нежно ведёт себя с мужчиной, если она ласкова, заботлива, если она делает всё вот это то, что ему нужно, то она получает назад что? То есть она его наполняет женской энергией своей, и он начинает вести себя с женщиной согласно этой энергии. Сколько женщина вложила в мужа, столько получила назад. Ну то есть, если вы хотите, чтобы он был нежным, будьте нежным с ним. Если вы хотите, чтобы он был ласковым, будьте ласковы. Но если вы начинаете требовать этого, то вы уменьшаете количество этой энергии. Я могу вам привести классический, очень простой пример. Вот я сейчас могу легко уменьшить вашу возможность меня слушать. Знаете, как это сделается? Очень просто. Слушайте меня, пожалуйста, внимательнее лекцию. Повнимательнее, ещё внимательнее, давайте. Всё, у вас пропадает интерес вообще слушать полностью. Вас уши блокируются от этих слов. Я извиняюсь, что я на вас нажал, это был эксперимент. Понимаете, о чём я говорю, да? Ну то есть, такое поведение, оно не увеличивает энергию любви, оно разрушает отношения. Но это поведение возникает от боли. Женщина, видя грубость мужа, она испытывает боли, поэтому она требует поведения к себе хорошего, правильного. И когда в результате боли она потребовала такого поведения, то надо знать, что ничего страшного. Надо потом извиниться и сказать, я тут лишнего чего-то захотела, прости меня, пожалуйста. Это было просто мне больно, мне было тяжело, я так сказал. Ну вообще, как бы, я всем довольна. Сразу возникает немой вопрос, ну я же недовольна. А вот это уже другая тема. Если человек недоволен в семейной жизни, это значит, что он недостаточно занимается духовной практикой, потому что человек не должен зависеть от другого человека в своём счастье. Мы все очень ограничены в возможности давать счастье. Вот смотрите, если две лампочки будут обмениваться с электрической энергией друг с другом, что произойдёт? Они погаснут просто, погаснут. Ну то есть, одна лампочка отдала свет другой, ей стало меньше, та, той отдала. И постепенно света меньше, 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 и они бац, нет света. Так? Нужно брать энергию от электростанции, и тогда все лампочки будут гореть. Этот принцип также существует и в нашей жизни. Если человек хочет быть счастливым, он должен счастье брать от внутренней жизни, он должен садиться перед изображением святого человека или священным писанием, или он должен садиться перед святыней какой-то, изображением и так далее. И начинать молитву, или «Я желаю всем счастья», повторять вот эти вот настрои, кланяться священному объекту. И постепенно он начнёт чувствовать, что появляется внутри, в сердце благодать. Причём то же самое происходит, даже когда мы об этом говорим. Вот мы просто на этой теме говорим, лекцию я читаю, у вас постепенно в сердце наступает благодать. Вы после лекции приходите и хотите близкого человека обнять, что-то ему хорошее сказать после лекции, но на следующий день опять всё возвращается назад. Почему? Потому что у нас наша возможность быть счастливыми ограничена, её надо пополнять каждый день, она каждый день тает. Но люди, которые живут в страсти и в невежестве, они хотят пополнять своё счастье за счёт близкого человека, но у близкого человека даже на себя не хватает, не то, что на другого. И поэтому это вызывает невроз. То есть женщина пробует от мужчины счастье взять, ему самому мало. И он нервничает, потому что это же аскеза отдать энергию счастья, тем более после работы, когда устал. А женщине надо от него, и она требует от него счастья. И он нервничает от этого. Так начинается скандал. Скандал означает, что люди в отчаянии находятся, они не могут удовлетворить потребность счастья друг друга и начинают ругаться. Вопреки ожиданиям, что они хотели вроде бы счастливы быть друг с другом, но они начинают ругаться, потому что мы ограниченные существа. У нас нет, у нас не вырабатывается само собой счастье внутри. Его можно вырабатывать только подключившись к источнику счастья. И так всегда люди в древней культуре действовали. Посмотрите, перед едой молитва, с утра молитва, после еды молитва. Допустим, любой обряд, брак, сочетание сопровождался молитвами и присутствие священников проводился и так далее. Сейчас любой праздник, любой обряд сопровождается бутылкой. То есть мы поклоняемся только одному объекту, это бутылка. Раньше во время еды посреди стола стояла икона, сейчас бутылка. Раньше посреди, в самом главном месте в квартире стояла иконостас, а сейчас телевизор. Раньше люди собирались вместе для того, чтобы петь и водить хороводы, а сейчас люди собираются вместе, чтобы поговорить о политике и поругаться на соседние государства или на свое. Видите разницу, да? То есть когда люди поют, танцуют, они радуют Господа в своем сердце. То есть они приносят себе радости другим. Это духовная деятельность. Потому что в духовном мире, в котором мы должны рано или поздно оказаться все, там нет простого движения, кроме танца, там никак не двигаются. И там нет речи, там есть только песни. Там все поют нараспев. Даже вот мультфильмы делают, иногда очень правильно подмечают. Там люди ходят, как танцуют и говорят нараспев. Это уже ближе к духовному миру. И нравится такие мультфильмы смотреть. Но сейчас обычно делают по-другому. Ужастиков всяких показывают. Это уже с низших планет энергии. Вот эти все чудовища всякие, это с низших планет. Оттуда информация идет. А когда, допустим, «Незнайка на Луне» мультфильм, вот такой, знаете, там все красиво, все такие хорошие. Это уже с высших планет. Понимаете? Когда человек молится, просто молитва совершается, у него в сердце вот эта вот благодать наступает. И для него все становятся хорошими. И он со всеми людьми начинает вести себя хорошо, правильно. Всем прощает, естественным образом. Вот, допустим, некоторые люди думают, что простить означает, ну, как во время запора напыжиться и получится. Ну, как вот запор решать, запор как вопрос с запором. Лишь надо сесть и так. И раз и получилось. Но опытные люди знают, что запор, во время запора не надо тужиться. Надо просто другое действие совершить. Надо расслабить кишечник. Ну, дать ему энергию. То есть это можно с помощью трав сделать. Или просто успокоиться. Или принять душ там. У каждого свой метод. Но результат такой, что все потом само собой выходит. Понимаете, о чем я говорю? Точно так же в жизни человек должен понять, если он недовлетворен, ему плохо, то этот вопрос не решается с помощью близкого человека. Никогда не решается. Вопрос решается наедине с собой. Лучше, когда тебе плохо, вообще ни с кем не разговаривать. Самый лучший вариант, потому что это ни к чему хорошему не приводит обычно. Надо просто сесть, помолиться. И эта молитва приведет к счастью. А если вместе с мужем сесть, помолиться или почитать о жизни святых, то это просто возродит семью. Вот простая практика, которой мало кому понятно. Берете в своей духовной традиции, вот там, где вы есть, никуда ничего не надо менять, никуда не надо перебегать. Просто вот в вашей традиции, в каждой традиции есть описание жизни, летописи святых людей. Просто садитесь вместе и читайте об этих летописях. Вечером перед сном. Через неделю у вас отношения намного лучше уже. Причина? Потому что во время этого действия вы наполняетесь духовной энергией в сердце. И когда человек наполняется, ему легко уже давать то, что он должен давать. А это тоже наша природа — отдавать то, что надо. Вот, допустим, мужчина, когда наполняется духовной энергией, он становится нежным, становится ласковым, добрым и так далее. Это всё признаки того, что он наполнился, понимаете, изнутри, силой. Эта сила идёт только свыше. Она, большинство людей ошибаются в своём понимании, как быть счастливыми. Часто они думают, что если мы поедем на курорт, мы там будем счастливыми. На курорте там человек получает, что море, воздух, солнце, природу он там получает. Природа оживляет, жизнь становится легче, жить становится легче. Но глубины в отношениях не прибавляется. Мы можем понаслаждаться морем вместе, но потом это всё надоедает уже через неделю, потому что глубины-то всё равно нет. Природа не поможет глубокие отношения друг с другом строить, но здоровье даст, отдых даст, но глубже ничего не будет. Сексом там можно лучше заниматься, там много энергии, больше энергии, больше секса. Но отношения глубже не становятся. Понимаете, для этого нужно поменять представление о жизни. Нужно понять, что если ты не ведёшь внутреннюю жизнь, то тогда не будет результата. Если говорить о прощении, о чём мы начали говорить, то сердце прощает само, когда оно наполняется.